75 лет назад началась Великая Отечественная война. Вместе с ней отчет скорбных для нашей страны событий, которые привели к победе советской армии над фашистской Германией. В том же 41-м началось формирование народного ополчения. Эта война затронула каждую советскую семью. И чтобы память не угасала, по инициативе Главного архивного управления Московской области была организована работа по созданию базы данных о том времени. Мы обращаемся к жителям Ленинского района. Если вдруг в вашей семье, в личном архиве хранятся какие-то документы о ваших родственниках, участвовавших в формировании, в народном ополчении, просим предоставить их для оцифровки, для того, чтобы мы передали эту информацию в Главное архивное управление. Главное, чтобы эта память не потерялась, чтобы мы сохранили свою историю и чтобы она была с нами всегда. В базу будет внесена любая информация о народном ополчении. Если у вас сохранились какие-либо фотографии, письма, трудовые книжки или другие интересные документы того времени, непременно приносите их в районный архив, где с помощью визуализатора их оцифруют, занесут в базу и оригинал вернут вам обратно. Архив будет создаваться в электронном виде. Благо, современные технологии это позволяют. Выглядит визуализатор очень компактно. Он прост в использовании. Достаточно подложить необходимый документ, нажать кнопку «Сканировать». И в чем особенность визуализатора, качество фотографии получается очень высокое. Акция эта бессрочная, поэтому у вас еще есть достаточно времени, чтобы разобрать свой семейный архив и попытаться найти важные документы, относящиеся к народному ополчению. Когда база данных пополнится, вся информация будет опубликована в сети. В рамках главного архивного управления там периодически организуются выставки виртуальные, достаточно интересные. То есть у них на сайте эта работа ведется постоянно. Я думаю, что и на сайте администрации Ленинского района эти документы, если они появятся, то тоже будут отражены. По всем возникшим вопросам вы можете обращаться по телефону Ленинского районного архива, который видите на экране. Юлия Погасян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, ВИДНТВ.